Девушки отдыхают 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 Цена талона прописана на нем самом вместе с датой. Чтобы предотвратить обесценивание, их необходимо сбывать. Так или иначе, приходится ими пользоваться. При эмиссии 180 тысяч рублей мы за месяц начали прокручивать почти 500 тысяч. Это означает, что один товарный талон где-то в течение 30 дней успевал обращаться три раза. Разумеется, далеко не вся зарплата выдаются талонами. От них и вовсе можно отказаться. Впрочем, сотрудники Шеи Муратова ими пользуются. Их выдают авансом, а купить на них можно практически все. Когда нет денег, выручает это необычное новшество. Сразу, если денег нет, на талон и магазин в двух местах. В Шеи Муратова, если в Кармаскалаху поехал, товарный социальный, нормальный вроде. Такие же, как и в других местах. По сути, товарный талон является уникальной системой взаимозачетов. Не требуется никакой лишней документации, вроде долговых тетрадей или договоров. Система, изначально рассчитанная на работу внутри одного предприятия, в итоге стала работать в пределах целого района. Даже таксисты и те не брезгуют этим ноу-хау. Подключились и коммерсанты. На этой лесопилке рабочие Шеи Муратова без особых проблем могут приобрести товар по талонам. Сотрудники Шеи Муратова приезжают к нам постоянно, отовариваются с талонами этими. Мы эти талоны, в свою очередь, тоже ездим в магазин у Шеи Муратова, закупаем продукты, оплачиваем электричество, оплачиваем аренду помещения. Никакой бумажной волокиты. До сих пор этот эксперимент единственный в республике. Он смог доказать свое право на существование. Впрочем, Рустам Давлетбаев с товарищами разрабатывает целый проект поддержки предпринимательства на основе экономических законов Сильвия Гизеля. Этот экономист еще в конце позапрошлого века предложил теорию свободной экономики. В 1932 году его теория получила практическое воплощение в австрийском городке Вергель с населением 3000 человек. Именно в это время, когда многие страны Европы вынуждены были бороться с растущей безработицей, ее уровень в Вергеле снизился за год на 25%. Национальный банк Австрии усмотрел в этом угрозу своей монополии и запретил печатание свободных местных денег. С тех пор более никому не удалось повторить подобного. Проект под названием «Аспирин» еще не получил практического воплощения, но к его реализации уже присоединились многие крупные объединения и ведомства. Поддержали общественные организации, такие как школа социального инженеринга, ассоциация молодых предпринимателей России ВРБ, члены ассоциации юристов России, Уральский финансовый центр. Приблизительная цель проекта – выпуск платежных сертификатов, которые смогут заменять государственные бумаги в пределах республики. В конечном итоге, даже если финансовые активы из-за какого-либо кризиса или дефолта будут по сути заморожены, предпринимательская деятельность в Башкортостане не остановится. Значит, будет еда, одежда и прочие блага. Если нет денег, их можно нарисовать. В любом случае, на сегодняшний день доллар такая же, ничем по сути не обеспеченная бумага. Накопить не получится, но и с голоду умереть тоже. Руслан Каримов, Константин Пономарев, Вадим Константинов. Новости недели.